Дмитрий 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 не было живого места, и вас сшивали, ну, как вы знали, все равно не выживете, как труп. Да, тремя стежками, как вот Фредди Крюгер, который мы видим. Моя девочка. А мама была рядом? Она, конечно, меня нашла, но это, знаете, эмоции. Я, когда очнулась, она была рядом, ревела. У нас есть фотографии после аварии. Ну, это уже... Сколько времени прошло после аварии? Полгода прошло, ну, месяцев пять-полгода. Да. Уже с косметикой, с прической, конечно. Людусь, скажите, а приходил ваш возлюбленный-то к вам? Вот. И что с ним было? Какая степень тяжести? Это моя трагедия. Увечья у него была? Да. Это моя трагедия, то, что вот я была... Он лежал параллельно с вами? Нет. Или у него не царапины? Нет. У него получилось две маленькие царапины. Так вы же не пристегнуты, поэтому, наверное, были, да? Оба не пристегнуты. Но я разбилась сильно, а он... Вы вылетели в лобовой, да? Да, я вылетела и разрезала. Лицом пропахаться. Именно вот это вот я и разрезала, да, вот это себе лицо. Моя девочка. Он к вам. Есть фотографии еще, она до, вот до аварии какая была. А давайте посмотрим. Такая русская, редкая, милая. Ну, это вот как раз, которой я занималась моделью, да. А где это все происходило? Это у меня на родине, в Чайковском, где сейчас я и живу, в Пермский край. Хорошо, хорошо. Вот правда оправдываете свое имя. Людмила, это людям милая. Спасибо. Вы людям были милы. Почему не тот человек встретился... Итак, он к вам не пришел ни разу в больницу, не навестил. Он меня бросил. Я думаю, вряд ли она одобрит свою склонность к экстриму. Татьяна, у вас есть еще дети? Нет, она одна единственная. Одна единственная девочка. Предупреждали, но только честно. Я очень самостоятельная. Что значит самостоятельная? Самостоятельная это та, которая себе построила дом, не зависит от родителей, помогает родителям, на свои деньги получила образование. А в чем самостоятельная? Чтобы самостоятельно закрыть дверь под утро пьяной, открыть своим ключом? В чем ваша самостоятельность была? Ну, вот рано начала работать, не зависеть от мамы. А кем же вы работали? Официантом сначала. Это во сколько? В 17 лет. Тань, а вы нуждались? Почему дочка вместо того, чтобы учиться? Нуждались? Мы с ней это... Скромно жили. Да, скромно очень жили. А папа? Отец в вашей жизни присутствовал? Кто бы вот ремень мог взять, достать и сказать? Мы разошли, они развелись уже, мы жили отдельно. Ремня мне некому было дать. Тань, то есть вы не могли сказать, еще раз вернешься под утро с запахом алкоголя и сигарет, больше никуда не пойдешь? Ну, как там, какие-то были методы управления? Если честно, я ее пьяну не видела. Я не приходила домой в таком виде. Зато скромный, но сильный человек. Ну, она вишина. Видишь, некоторые руки опускают, когда там, о, все, что мне делать, больше это. А это, как бы, видишь, останавливаться дальше. Почему решили после аварии приехать в Москву? Потому что слишком были тяжелые воспоминания или другая была причина? Понимаете, провинциальный город, город, не привыкший к людям не той внешности. Сколько лет назад вы приехали в Москву? Я сразу, вот полгода прошло. Это когда вообще? Сколько лет назад это случилось? Десять лет назад. Десять лет назад. Вы в 21 год приезжаете в Москву и сразу находите друзей по интересам, да, которых ваша внешность никак не пугает? Я сначала занимаюсь внешностью. Я прохожу курсы, у меня было четыре операции, одна за другим, в перерыве я работаю. А вам оплачивала кто эти операции? Так получилось, что, в принципе, все операции у меня прошлись за маленькие деньги, даже по меркам провинции маленькие. Таня, ну почему не нашли виновника? Почему с него хотя бы денег не взяли на операции для вашей дочи? Ну, Падим, может, сынок там был, не последний, да, в этом городе? Из богатеньких? Он обеспеченный был, да, ну, он сам зарабатывал. Ну, чтобы, давайте это, ну, чтобы я, как я поняла, договориться с этим самосвалом, который... Да, у него деньги нашел. Он денег-то отстегнули, а вам чего нет? Это, наверное, мамочка. Какие-то, 21 год, девчонка. Давайте про ваш московский период. Откуда доча? Прошло уже много лет, спустя той аварии. Я через наши любимые соцсети, служба знакомств по переписке, познакомилась с молодым человеком. У нас закрутился роман бурный. Чем понравился? Внешность, статусный, ну... Почему вы не вместе со своим мужчиной? Так, он так решил. Когда я уже рассказала, что так получилось... В смысле, вы забеременели? В смысле, да. Он стал настаивать на аборте? Да, сразу. Категорично, но так как я привыкла принимать решение сама уже с раннего возраста, я для себя решила, что все, это точно будет ребенок и мой. Независимо от того, какие... В графе... Прочерк. Прочерк, да? Такие глаза печальные у нее, на самом деле. Вот с чем это связано? Ну, тебя побросили с ребенком. Я посмотрел, какие у тебя были бы глаза. Как вы представляете себя в новых отношениях, что чужой мужчина полюбит вашу дочку? У вас такие пожелания, даже не пожелания, а требования. Я очень бы хотела, да. Вы очень бы хотели. Что вы для этого сделаете? Все, что возможно, я постараюсь. Скажите, пожалуйста, вы хотите от нас помощи? Да, я пришла. Вы реально осознаете, что вам мама не додала что-то в воспитании? Тань, не камень в ваш огород, просто мы хотим счастья девочке и внучке. А почему не камень? Я бы булыжнику туда притащила бы, чтобы она прям глядела бы на него каждый день. Ну, уже и так она все услышала. Ну, дай бог. Тань, какого зять хотите? Доброго. Доброго, чтобы спихнуть на него дочу, чтобы заботился о дочи, о внуче. Так не бывает. Павел, я думаю, ты понравишься маме. Почему? Маме нужен добрый. Она эту доброту в тебе разглядит. Лариса, Людмила говорит, вот в анкете прям читаю, ей нужен мужчина уже готова, как я понимаю, она не хочет его воспитывать. Кстати, а что вы имеете в виду? Что значит воспитывать и как воспитывать? В плане того, что как бы... Что нужно приходить, жене дарить подарки, цветы, помогать вечером выносить мусор, в выходные ходить в кино, с ребенком заниматься. То есть он должен прийти и все это уже сам знать, да? Вас обеспечивать, быть при этом добрым. Причем другой женщина, он воспитанный, так я понимаю, уже приведенный в должное состояние. Так она вам и такого не отдаст. А, кстати, а почему москвич хотите? Засыпиться за прописку? Потому что Москва для меня близка по опыту. За материальный достаток мы держимся или вам все равно? Я бы желала, но... Все, вам все равно, без вопросов. Нет, она не очень держится, судя по ее карте. Я так понимаю, что вы склонны скорее свободно, да, относиться к деньгам, к своим, независнее от кого, в первую очередь. Но вам бы хотелось, чтобы у мужа были деньги и имущество. Да. Проходите, знакомьтесь с первым женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Людмила. Меня зовут Дмитрий. Очень приятно познакомиться. Это вам. Пойдемте познакомимся. Дмитрий, 41 год. По образованию инженер радиорелейного оборудования. Работает начальником IT-отдела в Океанариуме. Любит автомобили, природу и ночные клубы. Мечтает о карьерном росте и счастливой семье. Гордится сыновьями. Предупреждает, что стерва не его женский идеал. Первая возлюбленная Дмитрия не умела отказывать мужчинам, а вторая закрывала глаза на его измены. Но в обоих случаях отношения были обречены. Надеется, что с Людмилой он сможет обрести душевное равновесие. Дмитрий, как так случилось, что вы влюбились в барышню неразборчиво и в связях? Ну, поначалу я вообще не знал об этом. Просто это выяснялось как бы в отношениях потом уже. А вы ее застали, ну, как говорят, со свечкой? Потом, да. Или вам просто ее оговорили? Нет, потом, да. Ну, расскажите, как вы... Ей было 19, вам 16, когда вы влюбились. Да. Три года в этом возрасте – это огромная разница. Просто она буквально тетя была в ваших глазах. Что в ней привлекло? Доступность, опыт ее? Ну, можно так сказать, то, что как бы она меня взяла в оборот. А вы знали, что она не свободная? Нет, не знал. Мне кажется, он очень хороший такой, вполне себе. Да, добрый такой. Значит, это была девица легкого поведения, так я понимаю, мужа изменяла, вам изменяла, вы тоже в долгу не оставались. Ну, и гуляли себе. Вот это нам надо было сейчас, лишняя информация. Хорошо. А женились знакомые когда? Женился у меня, по дому соседка была, и они с подругой, это было, ну, в выходные как раз было, они собирались на дискотеку. И меня позвали к себе, как бы, посидеть с ними, потом вместе пойти. И решили поспорить. Это я потом узнал то, что… На вас? На Грозавчика? С кем я буду. Ну, и получилось так, что я вот остался своей будущей женой в тот момент. И сколько вам было годков? Семнадцать. Да, семнадцать. Как оно хотелось жениться-то, просто престарелый девятнадцатилетний, это понятно. Не, ну мы встречались потом два года, а после этого женились. Двоих детей родили? Да, двоих детей. А зачем вы ей изменяли? Ну, узнал я тоже, тоже, как бы, некоторые нюансы про нее. Ну, какие некоторые нюансы вы узнали, что вам позволило ей изменять, а вашей жене прощать вам эти измены? Ну, если быть честным, то… Честным, конечно. Если быть честным, то у нас уже, как бы, дальше все шло то, что, ну, жизни никакой. Ну, понятно, двое детей. Любви тоже никакой. А пресс уже не тот, грудь уже не та, а вам совсем мало лет, а вокруг куча девчонок, и все они доступны. Нет, мы даже в ЗАГС, когда в ЗАГС пошли, мы в ЗАГС пошли назло родителям ее. Молодец. Молодцы. Дети, поступайте все так, женитесь назло родителям, потом будете здесь сидеть. А родители отговаривали вас, ссылаясь на что? Какие причины у нее? Ее родители. Ее родители. Шаня говорит, зачем тебе этот Димка раздолбай? Ну, это что-то типа того, образ жизни такой был, не очень. А она говорит, люблю, не могу. Да. Вот сейчас они смотрят телевизор и скажут, эх, дура, говорили мы тебе, ну, мам, ну, хватит. Ну, понятно, с мальчишками видитесь? Да, каждый день. Если там двое детей, нафига ходил на сторону, блин, товарищи? Если у вас все сложится, как вы относитесь, будете относиться к тому, что Дмитрий видится с детьми практически каждый день? Ну, только честно. Давайте так, ребят, без всех этих. О, да, я даже буду нервничать, если он в один из дней вдруг не пойдет в свою бывшую семью. А почему они с нами не живут, эти дети, и ваша жена не приходит к нам в гости? Мы это слышим. Старший уже там, старший сын сам к нему приезжает. Ну, старший, да, после армии уже все, как бы. Ну, они взрослые. А, так они дядьки уже? Ну, старшему уже 20 лет почти. А еще к младшему? А младшему 11, он еще в школе. А, скажите, а вот у Людмилы маленькая куколка? Ну, детей я очень люблю, на самом деле. То есть не будет это вас не как-то учить? Нет, у меня как бы... А вам не кажется странно, девчонки, что дочка похожа на Дмитрия? Посмотрите на лицо. Да? То есть если вы пойдете в цирк выходной, то все будут думать, как девочка похожа на папу, одно лицо, хороший знак. А меня другой смущает. Вы тут такую профессию не приду, потому что я про такую профессию не слышала. Начальник IT-отдела в океанариуме на ВВЦ. Информационная. Информационная профессия есть? Информационная технология. Для рыбок, что ли? Почему для рыбок? А океанариум, ну, это там большой... А сколько платят за такую уникальную профессию и работу? Секрет. А что секрет? Вот у нас все-таки она тут глазки-то опускает, видать, правильно, смотрит нашу программу, знает, кому поддакнуть надо и произносит себе впечатление. Меня не проймешь. Хочет в Москве остаться. У вас что есть-то? Про деньги ничего не говорите? На самом деле, то, что у меня было, да, допустим, по которой я дом построил, я оставил детям и жене. Второй дом я строю. А вы снимаете квартиру, да? Да. А ничего, что если... А у вас, кстати, что? По квартирам вопрос. Тоже снимаете? Нет. У вас своя квартира в Москве? Нет, у меня в Москве нет. Я же не в Москве. Послушайте, а где вы живете? В провинции, там мы живем. А, так и продолжаете жить. Я-то думала, что вы живете в Москве. Вот почему москвичная нужна. А, я... Тогда в Москве. Нет, Людмила, тогда я ничего не понимаю. Вы родили от мужчины, когда жили в Москве. Нет, я забеременела. И уехали к мамке. Ну, естественно, как в Москве хвост прижало, так мамке. А сейчас хотите снова вернуться в Москву, но не в общагу, не в съемную коммуналку. Как в мужчине. Ну, да, конечно. Поняла. Тогда вы хитренькая. Тогда с чего это вдруг? Тогда как в фильме «Москва, сезам не верь». А ты вот с мое сначала поживи в общежитии, а потом в коммуналках. Так живу. Видишь, как вы все хотите, это сразу устроится. А ты вот поживи со мной, да, поезди по городам, все это дело, пожуй пыль, и тогда в Москву. Вы знаете, что у вас три бонуса. Семейная тайна, минута наедине и скелет в шкафу. Что вы выберете? Скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Зачем он вам нужен? У вас аэрофобия? Да. Мне кажется, когда, если я сяду в самолет, он обязательно упадет вниз со мной. Дорогой мой, ну сегодня есть другие средства передвижения, поэтому за океан можно и не летать. Да? Вас это пугает, что у вашего мужа может быть аэрофобия? Нет, я его понимаю. Я сама гашу в себе такое же ощущение на взлете и на посадке. Я его поднимаю, поддерживаю. Это имеет место быть у большинства людей. Я думаю, что мы вместе с этим справимся. А вы приготовили сюрприз для невесты? Да. Может быть, посмотрим? Да, конечно. Можно вас пригласить? Мне надо посмотреть ваши глаза. Очень близко. Это будет танец. Медленное. Расскажите, как у вас так все происходит? Да, вот так и случается. Вы слышали, да? Как бы такое стечение обстоятельств жизни. Ну, на самом деле, вы тоже виноваты в том, что надо просто пожечься людьми, которые с вами окружают вас. Мягкое, да? Да, очень мягкое. Ну, так вот, если бы их не знать, то, в принципе, можно даже сказать, что они смотрятся как-то. Из-за этого, как бы, мне не то, что именно москвич, да, а то, что город близок, часть жизни уже провела здесь. Было пожелание бесполезное, что, в принципе, женихи... А вы слышали, дочек, как ревнули? Да, она уже... А вы слышали, что это старше будет вообще? Нет, а когда говорят, что дети сближают, что дети склеивают, дети так могут разрушить. Спасибо большое. Дочка ревнует. Людмила. Вот, кстати, вопрос. Это она маленькая так ревнует. Потом будет втискиваться между вами. Правильный сюрприз. Мы вам с тобой договорились, почему мы сделаем так, что я так понимаю. Да-да. Попробуй подружиться. Посмотрим, он... Спросите, почему она плачет? Мне было неприятно, что вы с чашим дядей танцевали. Спасибо, парни, проходите в комнату. А Дима сейчас что-то там у нас... Сколько плачет? Час ты учитываешь? Мария, а? Чувак, три? Три года. Три? Три года все? Три. О, уже большая скорбует. Скоро в сад... А, в сад уже уходит. Скоро в школу. Она при чем поздравлюсь. Да, я думаю, что если бы вы танцевали вместе все, втроем, она бы не плакала. Спасибо большое. Но потом бы она вместе с вами спала. Я еще хочу сказать, Людмилочка, если хотите замуж, конечно, с ребенком нужно будет проводить беседы задолго, до того, как вы приведете мужчину в дом. Эх, дочка приливновала. Татьяна, а вам понравился Дмитрий? Понравился. Не староват, нет? Ну, уже 10 лет прекрасно. Рад, или, может, у мамы свои виды. Татьяна, а почему вы такая симпатичная женщина, не вышли замуж? Я живу с мужчиной, 17 лет уже. А, то есть дедушка есть у внучки? Да. Проводит время все? Редко. Почему? А потому что мы живем с его мамой. То есть у вас тоже куча проблем, да? Да. Там другая семья, мы в нее... А почему вот не жить бы хотя бы ради дочери? А она куда его должна деть, 17 лет прожив с мужчиной? Это так только мы слова. Ну, это мужик чужой, а это дочка одна. Что мужик будет на старости лет ей стакан подавать? Вот доча будет, а не мужик. Роза, а ты когда со своим уродом жила? Ты же не думала? Я же разговаривала с Ксюшей, он не нравился ни одной минуты. Вот я избавилась, как от таракана. Ну, избавилась он же когда? И после чего? Нет, Роза, это легко говорить. Почему? Татьяна тоже своя жизнь. Нет, так я извините, Желась, и вот ты не избавилась от него. Она 17. Я все-таки детей на первое место поставила. У вас хорошие отношения? Нормально. Может у Людмилы с Дмитрием что-то получиться? Как тебе, Дмитрий? У них одинаковое эмоционально-чувственное восприятие жизни. Раз, но он более свободолюбивый, чем вы. Вы более традиционно в отношениях. Плюс ко всему, он действительно человек добрый и мягкий, но бывает взрывной. Вот когда все достает, он взрывается и мало не покажется. Но у вас есть физическая совместимость. Видишь тебя даже по этому, по звездам. Знакомьтесь со следующим женихом. Приветствую. Меня зовут Павел. Я люблю путешествовать. Я хочу показать тебе весь мир. Павел, 39 лет. Владелец собственного тренинг-центра. Любит смотреть кино, читать фантастику и обливаться холодной водой. Мечтает слетать в космос и вернуться обратно. Признается, что карьера для него всегда будет на первом месте. Предупреждает, что командовать парадом всегда будет он. Павел уверен, что был для своей возлюбленной всего лишь подстраховочным вариантом. Надеется, что для Людмилы он станет главным мужчиной в жизни. Павел, почему вы считаете, что были для своей любимой подстраховочным вариантом? Можно сделать вам маленькую презентку? Да, а вы делайте подарки и рассказывайте. Это для вас. Спасибо большое. Какой интересный, уверенный парень. Да, серьезный, как бы солидный мужчина. Так почему вы считаете, что стали для любимой подстраховочным вариантом? Ну, мы с ней когда познакомились, когда она ко мне приехала, у нас был роман примерно год, когда мы друг к другу ездили. Она пришла к вам на ваши тренинги? Да, то есть она приехала ко мне на тренинг где-то день на четвертый, когда она вот пришла в себя, пришла ко мне за консультацией. Проконсультировали? Проконсультировала, она со мной осталась. Всю ночь консультировали? Несколько раз. Да, ей понравилось. Ну, судя по тому, что вы на долгое время были с ней. А замуж звали? На тот момент я не был к этому готов. Понятно. Ну, голову-то ей морочили? Почему? Нет. Ну, то есть она подняла вопрос о браке. Это был июнь, почти через год после нашего знакомства, когда у нее начались подвижки на работе. То есть в крупной организации начались сокращения, был шанс, что ее просто сократят. Она начала беспокоиться. И тогда начала проводить... Это ваше умозаключение? Это вы так решили? Она прямо вот вам говорила. Я боюсь, что меня сократят, поэтому я хочу за себя замуж. Ну, чтобы какие-то деньги были. Ну, надо быть идиотом, чтобы не связать эти два варианта. Ну, и там у нее реально пошли сокращения. Вы побежали жениться? А? Вы же не побежали жениться на ней? Нет, потому что на тот момент я не мог ее обеспечить. Ну, немного он показывает себя так вот. Ну, умеет держать себя, да. Павел о себе заявил, что у него характер диктатора. Всегда за ним будет в семье последнее слово. То есть как он скажет, так и будет. Спорить с ним бессмысленно. Все решения в семье будет принимать он. По крайней мере, честно. А давайте посмотрим, как он живет. И может нам в этом отношении станет понятно. Ну, давай. Кстати, да. Приветствую. С вами Павел. Я хочу показать вам, как я живу. Вот это моя широкая двуспальная кровать. Я себе ее купил с нормальным жестким матрасом. Вот здесь вот магнитики из разных городов, из разных стран, в которых я бывал. В квартире, где я живу, у меня две отдельных комнаты. Вот это мое рабочее место. Это мое любимое кресло, на котором я работаю. Это моя замечательная машина. Некоторые времена назад, когда я ее покупал, я увидел ее потрясающе желтый цвет, и я понял, я хочу, чтобы у меня была желтая машина. Павел, а это съемная квартира? Да, съемная. Да, видно, потому что не обжитаем, случайная мебель, все как-то на одном. И данным что-то у вас не айс, как говорится. А что, мне накупать шкафы, что ли? Почему шкафы? Я предпочитаю наличку. Наличку можно конвертировать во что угодно, достаточно быстро. А жене какое счастье будет рядом с вами? Смотрите, вы диктатор, все будет, последнее слово, за вами. Площадь у вас съемная. А какое счастье она может от вас получить? Я беру на себя полностью обеспечение семьи. То есть, с моей точки зрения, женщина не должна работать. Или она должна работать для удовольствия, нет денег. А если женщина любит безделиться, женщина иногда любит тратить деньги впустую, потому что это приносит какое-то удовольствие. А вы скажете, нет, а это мне кажется неразумным. Я считаю, что это глупость. И что ей делать? При этом она не будет работать. Я вам приведу пример, что когда мы с Павлом пересекались в Израиле, он приезжал туда с девушкой, это было два года назад. И как раз девушка довольно много показывала безделушек, чего бы. Ну, то есть, я не увидел ни разу, чтобы Паша сказал нет, а цены в Израиле на безделушки. Ну, сами понимаете. Паш, давайте так, безделушки, безделушки. Безделушки это различная бижутерия, какие-то колечки. А давайте про самую дорогую. А сейчас скажу, а самая дорогая безделушка сколько стоит? Ну, евро 300. Да ну, про вашу там какую-то, не пойми кого. Вот у нас тут невеста есть. Давайте так, по конкретному. Раз вы готовы обеспечивать, квартиру в Москве купите? Я в Москву не буду переезжать. А мы в Москву хотим. Я не хочу в Москву. Кто хочет, кто хочет. Я живу в Томске. Смотри, как она завулыбалась сразу так. Она уже скептически настроена, мне кажется, на поездку в Томск. А вам зачем жена? Для того, чтобы быть более счастливым человеком. Ну, вот для чего? Убирал, стирал, готовил. Это делает домработница, я вас умоляю. За тысячу рублей всю квартиру вылезет. У вас есть домработница? Да, конечно. А что, она плохо убирает у вас? Почему? Нормально убирает. Не так, что ли? Все чисто там было. Отлично убирает, просто я редко дома бываю, я чаще в путешествиях. Понятно. Любите себя в засосе. Если была возможность, женились бы сами на себе. Нет. Мне нужна женщина. Грозово щеки. И машинку любите. И в квартире все под вас, чтобы было так удобно. Это моя жизнь. В моей жизни все должно быть под меня. Конечно. Павел, вы не готовы жениться. Вы не осчастливите ни одну женщину. Татьяна, давайте так. Дайте по-честному. Вы смотрите, столько настрадалось. Это же не знаете, есть женщины, которые в принципе любят страдать, которые любят рядом с мужчиной, чтобы стукнул по столу, особенно в Сибири, потому что другой жизни не знают. Потому что сами таких сыновей, мужчин, братьев растят, которые я сказал, и не важно, что он дебил, у него одна извилина. Ой, мой сказал, ой, мой сейчас с работы придет, но я побежала, Рос, а то мой любит вот то, мой любит вот это. Я сама выросла в такой обстановке. На Урале. Культ мужчины. Мужчина ничего не делает, живет в свое удовольствие. Он будет стоять у стола, женщина ему стул принесет. Я свидетельница. Он у холодильника умрет, потому что жена должна еще подсуетиться, оттуда достать, разогреть и поставить. Я жила в такой семье. Альбин, говорил мой отчим, царство небесное, мама, стелила ему кровать. Аль, воды. Аль, а стул-то где? Мама моя, две смены, учительница, тащила ему стул. Видишь, я вас знаю оттуда, оттуда, как говорят в Сибири. Так что, да. Так что скажите мне, Татьяна, на кой нам вот такой вот Павел нужен женщине, молодой, прилежной, которая свою уже отстрадала. Вот он сидит гоголем. Это же прямо на лбу написано. Люблю себя, себя люблю, очень-очень-очень люблю себя. Правильно. Потому что самое дорогое, что у него есть, он сам говорит, это я сам и мое время. И заточен на карьеру. И там горе оно огнем. Тогда для чего ему жена? Танечка, просто поясните. На сегодняшний день не самое плохое качество для мужчины, когда он готов брать на себя ответственность в принятии решений. Да она проклянет все. Да она проклянет все через месяц, потому что он нарисуется и в 5 утра скажет, меня не трогать устал из командировки. Вы знаете, что поразительно, при всем его честолюбии, ему очень нужен сильный партнер. И он действительно будет дома, как ни странно, бегать на цыпочках. Да если жениться, жениться такой, как я, будет в туалет, простите, про кушание. Больше преувеличивает, знаешь, себя там преподносит прям такой. Но вопрос-то в другом, вопрос в том, сколько он на сегодняшний день, скажем так, зарабатывает. В сухом остатке 39 лет, одинокие, детей нет, женщин нет, съемная квартира. А у вас осталось два бонуса, свидание наедине и семейная тайна. Что вы выбираете? Семейная тайна? Мой дед был солдатом, который в 1825 году вышел на декабристскую площадь, во время восстания декабристов. Его по этапу услали в Сибирь, в село Почитанка. Это было, по-моему, 8 поколений назад. И, собственно, оттуда пошел мой род. То есть я сибиряк уже в 8-м поколении. Мне нравится Сибирь, я люблю морозы. В минус 27 в этом году, когда были жуткие морозы, я, в общем, весь заведенелый. Поэтому вы выглядите так молодо, без дурных привычек, судя по всему. Я не пью, я не плю, наркотики не употребляю, веду здоровый образ жизни. Молодец. А сюрприз покажете? Для сюрприза я приглашаю вас с дочерью на сцену. Можно? Интересно, что ты так хочешь поустроить. Ну да, хорошо, что ребенок участвует. Граем. 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 Сладости любишь? Это подарок для Людмилы, для ее дочери. И теперь сейчас мы включим эту развлекалочку. Так, ой. Оп-ля. Отойдем с того. Доченька, вам торт больше интересен, чем это, хорек. Ангелина, любишь играть? Да. Скажи ему что-нибудь. Скажи, я люблю играть. Я люблю. Давай поженимся. Подбирается через ребенку. У нее есть сердце. Прекрасный подарок. Просто прекрасный. Вот как ребенка легко завоевать. А тортик что, посмотреть только что ли? Нет уже здесь этих. Ну так отдайте он невесте. Молодец. Спасибо большое, Павел. Спасибо. И ребенка будет чем заняться. Проходите. Спасибо. Проходите с своим другом. Ну что, Павел? Что-то она на меня закусилась. Нет, на самом деле у нее роль такая. Роль такая вот сначала на всех наехать, всех облить. Всех облить и посмотреть, как они будут с себя реагировать. Понравился? Да, очень интересный молодой человек. Только я не совсем уверена, что он тоже, как и я, определен, что ему нужно. Пришел сюда, чтобы попробовать что-то новое. Ну, не знаю, нужна ему жена или нет. Характер важен в семейных отношениях или стерпится-слюбится? Или вы тоже, как провинциалка, думаете, что подстроюсь. Главное, не пьет и не курит. Нет, у меня нет такой тяги, что подстроиться, стерпится-слюбится. Я считаю, что семья, совместный быт основывается на любви. Ты будешь другим. По-любому, если ты будешь долго жить с человеком, ты по-любому изменишься. По-другому влиянию. И по-другому быть не можешь. Естественно. Просто вот это надо было показать. Тамара, а что звезды? Они оба скорпионы, очень похожи по внутренней силе. Тем не менее, действительно, для личной жизни это будет человек очень мягкий. Для него семья и партнер – это свет. И надо сказать, что... Мягкий будет в семье? В семье, да. Да что ты говоришь? То есть это совершенно другое. Зачем тогда он на себя наговаривает, что все будет по его? Плюс ко всему, но он очень требовательный в чувствах. Он замечает каждую мелочь. Он замечает, что вы сделали не так, как вы одеты, что положили не туда. Вот, понимаете? И если она проявит к нему интерес, то может быть очень сильная страсть и физическая совместимость. Даже животное. Тогда проявляйте этот интерес. А пока ознакомьтесь с третьим мужчиной. Проходите. Привет, Людмила. Ты классно выглядишь. Такие у тебя классные голубые глаза. Людмила, это тебе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий 40 лет. Ведущий инженер в телекоммуникационной компании. Обожает мотоциклы, сноуборд, дайвинг и свою собаку. Гордится третьим местом по тайскому боксу в чемпионате Москвы. Мечтает купить яхту и отправиться в кругосветное путешествие. Когда Дмитрий осознал, что у него с гражданской женой уже два года не было интимных отношений, понял, что пора расставаться. Надеется, что Людмила его женщина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Людмила, к вам вопрос. А почему вы целуете всех мужчин? Да, вот я тоже думаю, что это она прям носит. Я же задала этот вопрос. Я же приветствую. Вообще всех мужчин всегда целуете при встрече? Вот да, мне тоже этот вопрос интересовал, почему она всех целует. С цветочками пришли? Да, можно вам подарить? Да, конечно, даже нужно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дима, а почему с гражданской женой пропали интимные отношения? Потому что я не очень понимаю, что значит гражданская жена сожительница? Сожительница. И сколько вы с ней прожили? Восемь лет. А почему расстались? Скорее всего банальная история, то есть чувства угасли. Ну, и сжили отношения. И сжились отношения. Ну, это даже неинтересная история. Ну, и была, и была. Банально всё. А потом у вас была женщина с ребёнком. Да. Сколько ребёнку было лет? Ребёнку 7 лет, мальчику. Мальчик был совершенно невменяемый, да? Мальчик был, ну, ребёнок, все дети, они, в общем-то, требуют. Нет, не все дети. Давайте так, тоже в прелесть впадать не станем. Я не самая главная чадолюбка на земном шаре. Есть дети отвратительные, есть дети плохо воспитанные, есть дети, которые могут расшатать любые отношения между родными, мамой и папой, а уж теми, кто только пытается войти в отношения. Ну, мне кажется, что дети, они все одинаковые и они добрые. Нет, дети все разные. Давайте так ещё раз говорю. Дети есть воспитанные. Просто он невоспитанный. Бабушка его воспитала так, что если тебе, например, захотелось в метро дать взрослому человеку подпопник, то можно подойти и пнуть. Если тебе захотелось пописать, то главное не в глаза взрослому дяде или тёте, а так, на ногу, а ты собачка. Очень хорошо воспитанные мальчики. Вы говорите, что все одинаковые. Нет, ну, воспитание это одно, как бы, а душа... Вы пробовали бороться, вы пробовали, а при этом душа у ребёнка была, ну, наисветлейшая. Нет, ну, а в каждом человеке душа прекрасна. Вы сейчас что, вы гаражите, мы сейчас о чём с вами говорим? Мы сейчас говорим о том, что была женщина и ребёнок, который потом перешёл и на вас, и вам мог разогнаться со всей силы, дать под ягодичник. Ну, не виноват ребёнок. Если женщина встаяла между вами и говорила, не смей трогать, я в нём свободу воспитываю, он должен быть таким свободным, то это одна история, если не подпускала. Она пытается ему что-то говорить, ну, как бы, в мягкой форме, но он неуправляемый. Он, видать, этим ребёнком не занимался. И до него им никто не занимался. Да, и до него им никто не занимался. Поэтому мальчик вырос, вон, видишь, каким хулиганом. Скажите, а вы сами не местные, ну, не москвич? Почему? А, кладби в Москве. А я просто читаю и думаю, ну, надо же, у него качество приданного только дача и мотоцикл. И всё, что ли? Огромная дача, огромная дача. А квартира? Огромный мотоцикл. Я же так уже вернулась. Хороший мотоцикл. Ну, я бы хотел, чтобы меня воспринимали не как источник каких-то... А как вас воспринимать? Извините. Как человека. Какого человека? Порядочный, дисциплинированный. Ладно, мне это неинтересно. Давайте я на ваш дом посмотрю. Это мой пёс, граф. Мы живём вместе. Так как собачка хоть и короткошёрстная, но достаточно много от неё волос, приходится выбираться почти каждый день. А ещё я люблю готовить. Вот результат. У меня есть два кубка за участие в мотосоревнованиях. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. А пропишите? Мы не местные. Вопрос такой очень тонкий. Нет, не тонкая. Вы смотрите, у Людмилы задача переехать в Москву, хочет жить в Москве. Ей кажется, что она здесь лучше устроится, что и Москва больше понятна, чем провинция. Ну, квартира мне досталась по наследству от бабушки, и она мне завещала никого не прописывать. Нет, ну мы это поняли, что мы претендовать не можем, потому что всё это... Но всё равно, а что вам не прописать-то? Ну, потому что это было пожелание человека. Бабушка горбатилась всю жизнь на ЗЛК где-нибудь, чтобы эту однокомнатную квартиру... А он до сорока что дожил и что нажил, кроме бабушкиной квартиры, которая, естественно, смерть умерла. И что, у неё только мотоцикл один. Скажите, пожалуйста, давайте по поводу вашего байкерства поговорим. Это вы из тех, которые не дают спать приличным горожанам? Я стараюсь именно в спортивную часть мотоцикла... Ну, развивайте, я выскажусь. Дима на треке катается на мотоцикле, и нету безумных перемещений по городу. Вот о чём вы говорите, когда тревожат соседи или кого-то. Хорошо, если жена скажет, Дим, тебе пятый десяток, ну как-то хочется уже общих детей, хочется семьи, вот и головой качает Людмила, скажете? Это спорт, это же... Нет, он не бросит, никогда не бросит спорт и поездки. Думаю, что хобби потихоньку пойдёт на второй план. Нет, вот Тамара говорила, нет, не будет до конца. Вы не бросите ни поездки, ни спорта, это правда. Это спорт, это приятно. Это форма... А я на вас, я за вас замуж выйду. Я как раз к семейству решила байкерам стать. Не вопрос. Я вас отговаривать не буду. Роза замуж собралась. На расходу. Да, да, да. Людмила, не будьте так пассивны. Если вам нравится, Дмитрий, вы сейчас вправе заявить, объявить, потребовать, попросить. Соглашайтесь, молодой. Может быть, вам и нравятся именно такие мисковые парни. Мы же уже с Розой женимся. Останетесь вдовой, квартира автоматом перейдёт вам. Да ты, сплюньте, что же такое-то? А что, жизнь? Что хотите-то? Ну, на квартиру я, опять же, допуская ошибку свою, да, прошлую, мне уже указали, что не претендовать. Ой, Глана, сейчас так говорит, а ты после секса с ним поговори, можешь согласиться. Тогда у вас есть возможность пообщаться наедине аж целую минуту. Проходите, а мы пока с вашим другом поболтаем. Она тихая, и он тихий. И они сойдутся, они будут ходить и молчать. То есть так тоже неинтересно. Как ты относишься ко мне, к моему ребёнку? Вот достаточно активно себя она тут показала. Ну, тяжело так. Вот, в принципе, незнакомые люди там не общались даже. Потому что этот ребёнок, это мой, да, он часть меня, она никогда не уйдёт. Ты хочешь детей своих, да? Конечно. Вот, своё это будет другое, да, когда у тебя общие уши? Нет, мне кажется, нет, ну, для меня, мне кажется, нет разницы. Хочет московскую прописку, жених, он в несознанке, кого-то пербанить надо. Он очень по-умному сказал, бабушка, помирая, сказала, только ты, внучок, там не прописывай никого. Я бы, говорит, прописала с удовольствием, но бабушке на последнее желание не могу на... Не могу, всё. Вы знаете, законодательство Российской Федерации позволяет, не запрещая Диме, прописать её у себя, и это никаких имущественных последствий не влечёт. Правильно. Проходите. Но у вас ещё сюрприз за вами. Небось сейчас мотоцикл свой вытащите. Мне нужно переодеться. Давайте, он только скоренько. А мотоцикл дорогой у него? Очень дорогой мотоцикл, у него не один мотоцикл и... О, а сколько? Три. О, а где он и хранит? В гараже, у него ещё гараж. И гараж есть, ой, это хорошо, что гараж есть. Слушай, а зарабатывает он сколько? Я думаю, что он очень достойно зарабатывает. До ста тысяч или больше? Ну, я думаю, конечно, побольше. Кошелёк должен быть общий? Или у жены? Или пополам? Как? Ну, я считаю, что общая тумбочка должна быть. Ну, из которой, в принципе... А кто в эту тумбочку будет класть? Оба. Ну, вы засветите свой стабилизационный фонд, так называемый. Я буду открыто, открыто всё делать. Открыто. Ну и дурочка, всё открывать не надо. Почему? Это здорово, когда в семье согласие и всё понятно. Ваши деньги, наши деньги. А наши деньги, наши деньги. Жених готов у нас. Давайте посмотрим на сюрприз. А ты будешь составлять брочный контракт? А там составлять нечего. Он сам юрист. Если двигаться пластично, ну, есть шанс, что и секс у меня всё хорошо. Спасибо вам, парни. Проходите в свою комнату. Что вы скажете, Людмила? Вот, хотели москвича с квартирой, пожалуйста. Ларис, можно вопрос? Я вот всё стеснялась задать. Для меня очень важен визуальный контакт, да? Я пыталась его установить с каждым из женихов. Я хотела бы спросить, вот, ну, не стеснялась, в принципе, при нём. А вот последний, третий жених, который, вот, у него друг, он в паре, в браке? Не женатый? Ой, а правда. Глеб! Тебя зовут? Глеб, у вас есть женщина? У меня есть прекрасная жена, её зовут Мария. Всё, уходите, дальше неинтересно. То есть понравился вам, да? Ну, во всяком случае, он интересен контакт пытался восстановить, да, как бы. Вот, это моя минус, то, что я интересуюсь. Это не минус, девочка, просто свободный мужчина. Вот все вот так они и выглядят, немножко зажаты, не всегда правильно одеты, потому что женщины нет, которая подсказала, как прийти. А вот жена-то вот, свободная, ла-ла-ла, и всё остальное. А женатые мужчины вообще очень манки и привлекательные. Да, коленые, лилейные, знают, тылы закрыты, что им ещё? Гуляю не хочу. Вот так и случается. Я думаю, что её запутало количество мужчин, все вполне себе, я считаю, достойные. Знаете, в чём ваши проблемы? Слово «любовь» вы за всю программу не произнесли ни один раз, просто ни единожды. Вы хотите устроиться, устроиться за счёт мужчины-москвича, устроить своего ребёнка, помогать маме, пока вы здесь найдёте работу и так далее, и так далее. Вот каждый, наверное, заходит к себе и думает, а мне на кой? Вот если бы вы горели... Никто на ваши шрамы не обращает внимания, абсолютно этого ничего не видно. У вас такие красивые волосы, худеть не обязательно, никто любит сухоток. Но вы не готовы любить, у вас нет сил в организме, у вас нет... Ну, может быть, только на секс, потому что молодая. А на любовь, на то, чтобы отдавать, у вас нет энергии. Поэтому вам нужно для начала, может быть, чуть-чуть подрастить девочку. Немножко по-другому начать к себе относиться и к мужчинам. Начать уважать мужчин и понять, что мужчины нужны тоже для удовольствия. Вам сейчас... Ну, я бы, например, не посоветовала. А с кем ей тренироваться-то? Мужчины нужны. Просто любовник. Хотя бы для тренировки. Просто любовник. Ну, давай мы про безнравственные вещи какие-то не будем говорить. А при чём здесь безнравственные вещи? Значит, извините, как пописать сходить? Это нравственно? Это тоже нравственно. А это тоже этот... Ну, а что теперь делать? Это потребности организма? Это каждая женщина сама с собой знает, как договариваться. Но замуж сегодня, Людмиле, выходить нельзя. Вы не готовы. Ну, что вы, вялая абсолютно. Вы вялая, уставшая, озабоченная мамаша маленькой девочки. Я обо другом ни о чем больше не говорю. Ну, и кому вы такая нужна? Ну, Лариса, она так... Провдорубь такой. Жёстко. Даёт достаточно жёсткую обратную связь по всем вообще моментам. Кто понравился? Все женихи хорошие. Но вы не можете пойти к трем. Кому вы пойдёте? Нет, никому нет. Почему? Потому что они не пойдут за мной. Откуда вы знаете? Почему? Вы просто... Почему вы так решили? Они просто скромничают. На самом деле, эти люди более близки вам. Ну, вас ещё и комплексы к тому же. Дедушка моя, ты только до пенсии. Вот, я правда говорю, почтальон дождёшься, а не жениха, который тебе пенсию принесёт. Вы должны пойти к кому-то из этих женихов. Димка, третий, вот, или последний жених, самый перспективный. Убирай свои эти комплексы. Сейчас вон про дочь учиться свою подумай. Зацепиться-то надо здесь за Москву-то? А то твоя мама сидит, нямлет, ничего не это. Меня слушай. Пристроим, расскажу, как надо. Но ничего, да не любовь, ну и что? Зато... А почему, почему не любовь? Почему, действительно. Хотя, предположим, любовь, глядишь. Конечно, просто... Счастье, как моё можно сказать. Знаете, если вы возьмёте на себя роль, я имею в виду Дмитрия последнего, роль сестры, мамы заботливой, то вам перейдёт всё. Он сам вам, собственно, рукой всё отпишет, всё подарит. То зачем вы хотите приехать в Москву? Дим, я считаю, что тебе стоит попробовать. Попробовать, почему нет? Ну да. Да даже регистрацию временную сделать можно. Дмитрий, хороший парень, сговорчивый. И что приезжали? Ну только и вы должны быть для него очень приятным человеком. Ну да, обоюдно, конечно. Ну так и пойдите. Да? Да. Мы вас в любом случае поддержим, проходите. Решайте сами. В любом случае мы ваш любой выбор поддержим. За что вас возлюбленный ударил тавуретку по голове? Ну потому что он меня ревновал. Я ударила его по руке, за что мне прилетело прям в лицо с кулака, и я упала, потеряла сознание. Не смогла простить рукоприкладство и то, что ребёнок увидел. Сколько можно, говорю, надо мной издеваться? Тебе придётся терпеть меня страшно. Предлагаю всем выйти из комнаты. Давайте Людмилу поддержим. У нас нет пары, ничего страшного. Если вы тоже одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся, не отчаивайся, всё будет хорошо. Я в Север, мне 21 год. Работаю водительного автобуса, развлаживание местных долгов. Люблю готовить, фотографировать и оттенную воду. Вот, ищу девушку от 20 до 30, среднего террасложения, которая будет обо мне заботиться. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала.